Добрый день. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике Саха-Якутия остается у нас напряженным. В целом, с момента непосредственной регистрации первого случая новой коронавирусной инфекции, на сегодня на территории Республики Саха-Якутия зарегистрировано 4844 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки в Республике зарегистрировано 45 новых случаев. Из них необходимо обратить внимание, что 35 случаев зарегистрированы в городе Якутске. Три из них зарегистрированы у нас в Верхневилюйском и в Нюрингринских районах. Сами по себе, к сожалению, в Нюрингринском районе случаи являются случаями новыми. Это у нас новые появились случаи. Что касается Верхневилюйского района, то так же, как и для всех остальных сельских районов, данные случаи являются непосредственно завозными из других районов нашей Республики. В том числе большинство из них пока являются из города Якутска. В настоящий момент сложной становится сложной ситуацией в более или менее спокойном с точки зрения санитарно-пневмологической ситуации в Алданском районе. Потому что заканчивается сегодня служебная проверка в Томоцком психоневрологическом интернате, в котором непосредственно по результатам проверки у нас выявлены случаи. Предположительно, мы ждем подтверждения этих случаев у постояльцев интерната в результате непосредственно заноса вируса со стороны персонала интерната. Служебная проверка непосредственно сегодня будет завершена. По результатам проверки у нас на настоящий момент отстранен от должности, об этом я уже говорила, руководитель. Соответствующую работу для того, чтобы сейчас усилить медицинское обеспечение в интернате, она проводится. И медиками за субботу-воскресенье еще раз проведено дополнительное медицинское обследование всех, кто находится в интернате и оказывает соответствующую помощь. Соответственно, сегодня с утра на суженном заседании оперативного штаба еще раз обратили мы внимание на необходимость соблюдения всех норм требований в наших интернатах, которые являются закрытыми на территории Республики Саха-Якутия. Следующий момент, на который я хотела бы обратить внимание. Несмотря на те сложности, которые у нас были с призывом, я думаю, что в ближайшее время мы закончим призыв вооруженные силы Российской Федерации. И, соответственно, буквально в последние два дня мы сформируем и отправим совершенно чистых и без вопросов по здоровью граждан Российской Федерации на год службы в рядах вооруженных сил. Следующий момент, на который я хотела бы обратить внимание, это наши сельскохозяйственные районы, потому что сейчас большинство из них, безусловно, будет заниматься сельскохозяйственной работой в достаточно сложных условиях. Поэтому налажен четкий механизм взаимодействия медицинских организаций, находящихся в сельских населенных пунктах, для того, чтобы вовремя оказать соответствующую медицинскую помощь. Такова сегодня санитарно-эпидемиологическая ситуация. Спасибо большое. Это был брифинг оперативного штаба по противодействию коронавирусу с информацией на 13 июля. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова